За третий квартал этого года депутатами городского собрания многомандатного избирательного округа номер 3 Горный было проведено более 35 приёмов граждан. Поступило более 80 обращений, многие же решены положительно, в том числе и обращения по библиотеке номер 3, которая расположена в селе Молдовка Адлерского района. Также мы большое внимание уделили в этом году и образованию культуре, в этом году мы уделили внимание всем нашим школам, это и Краснополянская школа, Молдовская, Чайсовхоз, очень большая школа в Чайсовхозе, также и культуре. Также мы сейчас находимся в нашей Молдовской библиотеке, в этом году за средства депутатские здесь был сделан косметический ремонт, что очень приятно, стало очень легко, тепло, светло. Я уверен, и детей стало ходить намного больше. И это действительно так. Число посещений детей к концу этого года уже составляет более 5 тысяч. Библиотека номер 3 была построена в 1952 году и отметила своё 70-летие. И, конечно, за столькие годы она приходила постепенно в упадок, не в плане читательского спроса, а в плане, конечно, ремонта. Я приняла библиотеку 3 года назад, и она была такая тёмная, такая сырая, стены такие были, вот штукатурка была облуплена, знаете, такой. Очень старые стояли рамы оконные. Почему для нас важно, почему акцентирую внимание на ремонте? Потому что очень важно, приятно же прийти вот так вот в хорошее, тёплое, светлое помещение, а не там, где проваливаются полы и оконные рамы, просто вот на ветру ходят. Библиотеки активно помогают депутаты городского собрания Сочи по округу номер 3 Горный, в том числе Константин Сыпало. Благодаря его работе библиотека регулярно получает материальную поддержку. Закупка литературы для комплектования библиотечного фонда, установка новой сплит-системы, косметический ремонт помещения. А это уже село Чайсовхоз. Жители на улице Дачной активно обращаются с просьбами депутатам третьего округа, и их проблемы также быстро решаются. Улица Дачная сформирована в 90-х годах прошлого века. Жители своими силами проводили свет, воду, делали дорогу, но с годами всё обветшало и требовало капитального ремонта. Селяне поняли, что им нужна помощь. В 2022 году мы попали на приём к Сыпало Константину Анатольевичу, и с его помощью нас поставили в 2024 году на улучшение нашего электроснабжения и частичной установки уличного освещения. А в этом году нам не планово была оказана помощь от Константина Анатольевича о частичном улучшении дорожного полотна. У нас горная улица, и потоки нас просто смывают. Мы годами делаем ливнестоки, но это не помогает. Дорога размывается, и у нас получается просто озёра. Поэтому мы очень благодарны Константину Анатольевичу, всей улицей от всей души благодарим за его отзывчивость, за ответственность, за внеплановую помощь, за быстрое реагирование. Константин Анатольевич у нас, наше как бы тоже солнышко, вот благодаря ему он был и помощником у Константина Васильевича Гергишана. Много сделано. Это делается и освещение на улицах, на Лазурной долине, на Петрозаводской частный сектор, на Банановой. Вот. Также ремонт детских площадок, это тоже большая благодарность. Мы ещё, я знаю, что он и так же выделяет деньги и на школы, и на садики. Поэтому, вы знаете, нам вот повезло, очень хорошо и крупно. Сейчас пришёл ещё сжигалка Александр Александрович. Я думаю, что ещё лучше будет, легче. И, как бы, дабы мы не обратились к Афлиде Константину Анастасовичу, он всегда нам оказывает помощь, это пожилым людям. С особой внимательностью депутаты городского собрания Сочи третьего округа относятся к просьбам жителей. Стараются по максимуму выполнить все их пожелания, а также активно взаимодействуют с ТОС округа. Конечно же, хотелось бы отметить, что только в этом году было больше 35 приёмов личных граждан. Это больше 100 человек мы приняли, и я хочу с уверенностью сказать, что процентов 90 в этих вопросах уже были все выполнены. Помимо того, что приёмы граждан ведём в определённых местах, мы выходим на улицы. Также и по части совхоза, и по этой улице в начале года мы делали обход, встречались с местными жителями, ходили. Здесь, конечно же, дорога была чуть хуже в состоянии, сейчас более приятнее здесь ходить. На следующий год на Казах будет стоять задача установить освещение на улице Дачной, чтобы жителям было комфортно перемещаться в вечернее время. Ишхан Карагазян проживает в селе Казачий Брод с самого рождения, уже 73 года. Дорога в селе на улице Форелевая была в ужасном состоянии. Проехать и пройти по ней было невозможно. Там невозможно ездить. Мы машинами карнизы все погнули. А сейчас, пожалуйста, любуются все. Все довольны. Жители все благодарят. Жигалка, вот Сыпала, Афлиди. Молодцы ребята. Спасибо. Покажите на весь экран нашу дорогу сейчас. Ну там осталось 30 метров. Они обещали это сделать весной. Сделают. Раз они обещали. Молодцы ребята. Жительница Амалия Баладян, которая проживает на улице Форелевая уже 25 лет, вспоминает, какая была дорога на их улице все эти годы. Вот мы ходили в школу, в садик. Выросли здесь. И невозможно было абсолютно ходить. Лужи, грязь. Вообще в резиновых сапогах ходили. И мне очень приятно, что наконец-то у нас сделали дорогу. Вот у меня дети выросли здесь как бы. И вот дороги не было до сих пор. Вот в этом году наконец-то мы добились этого. Наш депутат. Огромное ему спасибо. В селе Форелевое хозяйство живут неравнодушные люди, которые принимают активное участие на сходах граждан. И благодаря их взаимодействию с депутатами третьего округа получается продуктивная работа. Хочу сказать большое спасибо местным жителям. Благодаря их инициативе, благодаря их напорству, не побоюсь этого слова, полным взаимодействием с нами, полное взаимодействие с администрацией Молдовского сельского округа, конечно, начали класть бетонку здесь уже полностью. Сейчас практически 90% дороги уже сделано. Остался небольшой промежуток дороги, который надо сделать. И это уже стоит в планах наказов депутатов третьего округа на 2024 год. Пешеходная тропа в селе Лесное также была выполнена по обращению местных жителей. А по итогу стала туристической тропой не только жителей, но и гостей курорта. И в планах её продолжить. Мы выражаем огромную благодарность за такую набережную. Потому что очень часто с моими соседями, с друзьями мы приходим на прогулку, детей берём с собой. То есть это уникальная такая возможность. У нас вечерами не обязательно выезжать в городе, а просто провести время в своём селе. Благодаря депутатским наказам получилась живописная и уютная прогулочная набережная протяжённостью в 300 метров. Я хочу с гордостью сказать, что даже в Красной Поляне такую набережную тоже тяжело найти. Конечно, благодаря горнолыжным курортам там замечательные набережные у нас в городе. Замечательная набережная на берегу моря. А теперь такие набережные появляются и в сёлах. В планах на 2024 год депутатами городского собрания Сочи под председательством Виктора Филонова уже запланировано 23 наказа. Среди них обустройство и ремонт детских и спортивных площадок, обустройство скверов, улучшение материально-технической базы детских садов и школ. Ассаль Тулигенова, Дмитрий Петрий. Время новостей.